Россия может столкнуться с английским синдромом. Москва, 29 октября, РИА Новости, Никита Бизин. Всё меньше молодых людей хотят стать священниками, сообщили в Польше, одной из самых религиозных стран Европы. Там боятся, что из-за нехватки духовников закроются храмы. Похожие опасения есть и в России, столкнувшейся с последствиями не только болезни, но и демографической ямы 90-х годов. О перспективах церковного кадра голода в материале РИА Новости. Паства без пастырей. В этом году в католических семинарах Польши заметно свободнее. Абитуриентов на 20% меньше. Для страны, где практически всё население исповедует католицизм, это серьёзный удар. Безслужители храмы могут опустить. Причина надвигающейся катастрофы разная. В самой католической церкви признают, что молодых людей отпугивает имидж духовенства. Ещё 10 лет назад священников относили к авторитетному слою общества. Но за последние два года всё изменилось. С 2018 по 2020 год в стране зафиксировали 368 случаев сексуального насилия над несовершеннолетними. Особенно нашумела история кардинала Станислава Дзивиша, который заподозрили в укрывательстве педофилов. К слову, много лет он был личным секретарём папы Иоанна Павла II, тоже поляка. Аналогичные проблемы и в соседней Германии. За 2020-й там рукоположили всего 56 священников. Католицизм исповедует треть населения. Однако многие храмы пустуют. А в не менее религиозной Ирландии в прошлом году появилось всего 9 новых клириков. Сейчас католическая церковь, как и другие конфессии, переживает сложный период. Совокупность факторов свидетельствует об очень серьёзном кризисе. Это и потеря общественного доверия в связи со скандалами о педофилии и проблеме целебата и сокращении доходов, поясняет историк-вадиканист Алексей Юдин. Если так пойдёт и дальше, то католические страны Европы ждёт печальная участь Великобритании. Кризис или новый путь развития. В Туманном Альбионе своя церковь англиканская. Сейчас она один из крупнейших владельцев недвижимости в стране. Но храмы посещать некому. Паства мельчает с начала 2010-х годов. Упали и доходы. Крупнейшую в стране религиозную организацию стали покидать священники. Преимущественно начинающие. Четыре года назад правительство даже выделило десятки миллионов фунтов на омоложение, так сказать, кадров. Оценить последствия финансовых вливаний не удалось. Болезнь ускорила отток паства и духовенства. В условиях жёсткого локдауна популярен формат онлайн-богослужения. И по жертву не больше не поступает в храмы. В июле 2021 года архиепископ Йоргский Стивен Котрилл, второй человек, в иерархии англиканской церкви, предложил решить вопрос радикально – упростить систему церковного управления. По его задумке, общины возглавят не священники, которых остро не хватает, а миряне. Службы они будут совершать не в храмах, а в общественных местах, в конференц-залах, в кафе, на пустующих складах. Суть реформы объяснил британский прессико-канонник Джон МакГинли. Общины под управлением мирян избавят церковь от ключевых факторов, ограничивающих развитие, затрат на содержание зданий, зарплату, длительное и дорогое очное обучение священников. Новое введение встретило яжественную критику со стороны многочисленного консервативного крыла англиканской церкви. В итоге ситуация дошла в тупик. Жесточайший финансовый и кадровый кризис продолжается. С экономическими трудностями во время болезни столкнулась и русская православная церковь. Из-за оттока пожертвований некоторые священники даже нанялись на вторую работу. При этом в России, где православие исповедуют по разным оценкам от 65 до 80% граждан, растет число храмов. Отсюда опасение, что служителей, как и в западных странах, будет не хватать. Так было и раньше, однако сейчас духовенства все-таки больше, чем, скажем, в 1990-е годы. Обучение священника – долгий и сложный процесс. «Ведь недостаточно просто дать знание, необходимо привить традицию, подготовить к молитвенному и проповедничному служению, к тому, чтобы не только помогать, но и не навредить людям словом», – комментирует управляющий делами Московской патриархии епископ Зеленоградской Савва Тутунов. Кроме того, кадровый дефицит во многих сферах создают и последствия демографической ямы 90-х. До семинарий, правда, волна не дошла. На днях учебный комитет РПЦ, именно он осуществляет координацию деятельности духовных школ, представил данные о поступивших. «За последние 3-4 года ситуация стабильная, однако есть региональные духовные школы, где абитуриентов всегда немного», – заявил глава учебного комитета, протеерей Максим Козлов. По его словам, нужно решить, выделять ли на семинарии с малым числом студентов церковные средства. Еще одна сложность. «Если в советские времена, когда религиозную жизнь жестко контролировало государство, в духовные школы поступали осознанно, то теперь картина совершенно иная. Тогда на это шли с учетом всех возможных жизненных последствий», – поясняет Максим Козлов. «Поэтому духовным школам предстоит решить нелегкую задачу, мотивировать тех, кто не холоден, не горяч, и воспитать достойных священников. Как отметил глава учебного комитета РПЦ, сейчас более серьезная проблема – не количество абитуриентов, а качество их знаний».